Вдаль с надеждой. Вот так каждое утро Ани Костины приходится подолгу стоять и ожидать нужного маршрута. Автобусов не то, чтобы нет, они едут с завидной регулярностью, но почему-то мимо. Я на остановку прихожу, машу рукой, мне автобусы, ни газели не останавливаются, они просто приезжают. Впрочем, и водителям заметить ожидающих юных пассажиров ранним утром непросто. Дополнительной остановки на этом участке автострады нет. Школа Ани находится в нескольких километрах в авиагородке. Вроде бы недалеко, но пешком уж точно не добраться. Да еще и морозы, долго не простоишь. А ведь раньше таких проблем с транспортом не было. Автобус, когда оплачивала школа, то таких не было проблем. Автобус подъезжал, дети всегда садились, таких не было проблем. Договор с общественным транспортом у школы был, но сегодня требования к безопасности движения ужесточились, и учебное заведение от дополнительных услуг вынуждено было отказаться. Тем более в утренний час пик в автобус не то, чтобы школьникам, взрослым трудно попасть. Мы не имеем права стоячих пассажиров возить, потому что за перегруз большой штраф 800 рублей. Вот у меня 15 сидячих мест, все, я 15 человек взял, больше не могу. Как же утром вовремя добраться до школы, Аня вместе с мамой пока не знает. Переехать отсюда им некуда. И остается одна надежда, что власти обратят на них внимание и помогут с доставкой в родную школу. Екатерина Тихоненко, Станислав Доминов. Наше время.